Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует мир моделей, меня зовут Павел. По просьбе наших коллег, очень многие товары остаются у нас незамеченные. Сегодня у нас ролик, посвященный, она как бы уже не новинка. Этот товар продается у нас уже довольно-таки давно, продается довольно-таки успешно. Но мы решили его рассмотреть более подробно, потому что многие не знают, что это, и проходят, так сказать, мимо. Ну, вокруг меня окружают деревянные корабли, поэтому этот продукт будет очень близок к тем, кто занимается сборкой деревянных кораблей. Вот, это вот такая компания SV-модель. И выпускает она вот такие вот замечательные наборы. Вот такие вот деревянные изделия. Собирается она не точно по такой же технологии, как собираются деревянные корабли. Но вот такие вот интересные у них изделия. Единственное, что здесь нужно отметить, что их великое множество, например, вот я сейчас покажу вам. Вот, такой вот есть амбар. Причем даже они пишут, где это находится. Вот такие вот замечательные церквушки. Единственное, что нужно смотреть, какой здесь масштаб, потому что, например, церквушка вот эта вот, она находится у нас в 72-м масштабе. Это 60-й масштаб. Но если вы можете посмотреть вот со стороны коробки, то есть реальная фотография, или вот здесь, что где-то эта церковушка находится. То есть ее можно по интернету посмотреть. Это реальная такая церковь, она как бы есть. И вот это, так сказать, маленькая модель. Понятно, значит, это у нас то, что касается маленького масштаба. Но поскольку все-таки у нас магазин модельный, и потом компания SV-модел решила немножко приблизить свои изделия к нашему традиционному масштабу, потому что самый основной масштаб у нас здесь пластиковых моделей, это 35-й. И у них пошла вот такая еще интересная серия. Это такие же амбарчики, дома, только уже в 35-м масштабе. Вот, например, вот здесь можно посмотреть 35-й масштаб. Вот модель колодца. Колодец я собирал сам, могу сказать одно, что очень интересно. Вот такой необычный немножко опыт, то же самое я занимаюсь с сборкой пластиковым. Вот так вот собрал колодец, подарил своей сестренке, стоит в серванте, замечательно смотрится. Ну, в принципе, конечно, можно сделать как композицию. Вот, например, амбар, к нему можно поставить, допустим, колодец. Ну и, допустим, это у нас деревенская изба. То есть вот таким вот образом. То есть это у нас уже масштаб 35-й, большой. Ну и самое большое здесь из этих строений, вот пришло довольно-таки недавно, как можно сказать из новинок, это вот такой вот дом сельсовета, такое монументальное здание. Здесь сбоку, конечно, можно посмотреть, обязательно они дают размеры. То есть можно прикинуть, сколько это будет в размере, если вы будете собирать, допустим, какую-то диораму. Конечно, домик это нужно будет обязательно состарить. Вот, ну, для примера мы сейчас залезем в одну из коробочек, посмотрим, что там находится, ну и заодно я подскажу те инструменты и те клеи, которые понадобятся вам для сборки данных моделей. Вот, в 35-м масштабе у нас вот здесь деревенская изба. Понятно, что я уже сказал, что здесь размеры уже даны прямо на коробочке. Сейчас мы произведем небольшое, абсолютно безболезненное вскрытие объекта. Вот, и вот здесь видим, вот такая уже идет спецификация, идет шкала. Вот это для того, чтобы, допустим, нарезать крышу, то есть как бы, ну, настил верхний. Вот, единственное, подробная здесь идет инструкция, что, зачем, куда. Вот, значит, ну, определенно хотел Ваше обратить внимание на то, что здесь вот уже тоже заготовки, они идут блоками, все, каждый блок из них пронумерован, 1, 2, 3, 4. Вот, выжжено все это лазером, но я хочу сразу сказать, вот коллега будет спрашивать там, а что, как собирать, вот, вот я достаю, например, вот это самое, то есть они сделаны по технологии, так же, как микро собирались, поэтому вот могу сказать одно, вот смотрите, профиль, здесь круглое, здесь с проточкой, то есть с таким расчетом, что это одно, но, грубо говоря, ложится на другое. Понятно, что я немножко сейчас утрирую, все вот это соединяется вот так вот, вот этими вот такими вырезами. Единственное, что, конечно, сразу же вопрос, чем это собирать. Ну, для того, как у нас собирают коллеги из наших деревянных корабельщиков, конечно, одним из первых инструментов является это набор надфилей, особенно очень нужен здесь будет, точно могу сказать, что полукруглый надфиль, потому что здесь вот нужно будет обязательно вот эти вот все фасочки, вот эти вот обязательно нужно будет снимать, они вот в этих моделях, они прожжены как бы очень хорошо, они именно лазером, а в предыдущих моделях, более ранних, так сказать, выпусков моделей, здесь просто прорезано фрезой, и поэтому здесь лохмоть необработанного дерева, поэтому вот эти все фасочки надо будет аккуратно проходить вот полукруглым таким вот надфилем. Вот, собирается вся эта конструкция обыкновенным, ну, таким вот мы рекомендуем моделистам клей ПВА, это немецкий клей УХУ. Также здесь в наборе обязательно присутствуют некоторые детали из фотоотравленных элементов. Что они имитируют? Они имитируют различные, допустим, петли, какие-то стальные скобы и так далее, то есть этот элемент, они здесь обязательно присутствуют. Вот, сейчас мы их найдем, я их пока не нашел. Вот, они находятся вот здесь. Это вот такая вот небольшая платка фотоотравления. Ну, естественно, понятно, что это все аккуратненько гнется и приклеивается вот таким клеем цианакрилатным, ну, секундный клей. Естественно, как я уже говорил неоднократно, если вы хотите приклеить латунную детальюшку, приклеить дерево, ее нужно с обратной стороны обязательно крупной ножащной бумагой пошкурить, чтобы она лучше, и потом уже приклеить ее с помощью вот этого клея к деревянной детали. Также хочу обратить ваше внимание, что здесь у нас деревенская изба, вот здесь вот нарезаны, так сказать, профили окон. Также здесь дано вот такой вот прозрачный этот самый, это имитация стекол. Конечно, это прозрачный пластик, будет немножко мутновато, но тем не менее, я думаю, что в целом на модели это будет смотреться весьма и весьма очень смотрибельно. Здесь также есть нарезки для, как я уже сказал, крыши, поэтому они здесь вот таким вот образом, вы их подгоняете, специально используете шкалу, и таким вот образом нарезаете нужные вам детали, для того, чтобы уже потом это установить уже на модель вашего дома. По такой же технологии сделаны предыдущие, показываемые мною вам модели. Вот все это упаковки, модель в принципе весит довольно-таки внушительно, ну, я уж не говорю про дом сельцовета, он вообще там в килограммах весит. Но, тем не менее, модель собранная смотрится очень внушительно. Конечно, желательно, вот особенно если вы делаете модель какой-нибудь церкви, желательно, конечно, ее потом состарить, пройти там тунговым маслом, птиковым маслом, ну, чтобы такой был бы эффект, потому что у вас будет блестящий новый дом, а все дома вы видели в деревне, они все буро-серые, их нужно старить, затемнять, проходить морилками и так далее. Ну, это вы можете посмотреть на различных форумах. Но в целом я могу сказать одно, что вот такая вот, многие очень проходят, очень интересная серия русское деревянное зодчество в различных масштабах, можете собрать замечательную церквушку, можете собрать какой-то деревенский домик, я уже, как уже говорил, собирал колодец, очень понравилось, очень интересный опыт был, в частности, для меня. Вот, уважаемые коллеги, сегодня мы вас познакомили с таким, ну, не сказал бы, что это новинка, но, тем не менее, товар, мимо которого вы проходите, товар очень интересный. Еще раз говорю, что смотрите на масштабы и смотрите непосредственно то, что вы хотите как бы сделать. Изделий здесь компании выпускают очень много, развиваются дальше, я там слышал, они выпустили замечательную мельницу, все это очень интересно. Еще раз говорю, что склеивать это нужно по технологии, как собирают у нас моделисты, собирающие деревянные корабли, то есть с использованием клея ПВА и с использованием цианокрилатного клея, к которым приклеиваются фототравленные элементы, присутствующие в данной модели. Модели очень интересные, поэтому приезжайте, покупайте, собирайте. Я думаю, что собранный дом будет смотреться или церквушка очень здорово. Поэтому я думаю, что тот опыт, который вы получите при сборке этой модели, он вам понравится. Для меня это было отдыхом от моих бесконечных самолетов, поэтому мне очень понравилось. С вами был Павел, Мир Моделей, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok